всем привет с вами андрей вы на канале рабочие будни в германии я у себя в мастерской взял сегодня камеру зарядил до этого приехал пока занимался делами камера лежала на улице и возможно за это время батарея разрядилась почему так случилось потому что на улице всего лишь плюс 4 я закончил пораньше и сегодня пришла посылка посмотрите что пришло вам показываю это рубанок и я думаю почему бы не съездить в мастерскую и сделать видео обзор на мой новый инструмент но увы ребята сегодня снимать не смогу на камеру так что буду пользоваться услугами своего телефона зеркальная камера так что извините за качество и за картинку начнем с того что я вырос в россии в деревне и познакомился с рубанком правда не с таким был ручной рубанок у отца при постройке бани я решил сделать полки то есть полки то полочки где можно в бане сидеть лежать париться веником нашел я доски благо их там много в деревне все было привезено и у меня был ручной рубанок и я стругал вручную как раз доски для этих самых полочек то есть доски они были просто их на было обстругать и я помню да это было конечно нечто потому что пацан 15 лет да и это полностью доски надо обстругать подогнать но получилось рука я помню болела знатно благо сейчас уже вручную никто ничего не делает везде есть техника станки когда я строил дачу до дачу я строил со своей семьей помогали мне мои родные жена теща серега даже где-то видео есть я немножечко фотографии тогда я не снимал но фотографировал и тогда я купил себе рубанок при постройке дач использовал тоже электрический рубанок но когда построил нет рубанок как бы и не нужен был я его продал и через какое-то время мне опять рубанок понадобился и вот я решил купить купил я простой рубанок не пошли макита так как а любитель и взял обычный такой китайский да в германии тоже много продуктов китайского производства не удивляйтесь выписал в интернете сегодня пришел так что сегодня мы посмотрим что же за рубанок такой я выписал такая интересно давайте откроем посмотрим и может быть проверить его удастся сразу так я уже распаковываю коробочку здесь вот нему идут принадлежности так упакованы очень хорошо самое главное что я хотел и искал это мешок для опилок можно или мешок одевать или трубку от пылесоса так что там в целлофане так запакован давайте его распакую посмотрим и при постройке дачи я купил себе рубанок bosch на 750 ватт обычный главное чтобы он делал свое дело дачу построил этот рубанок у меня лежал и про я его просто продал ну так как он не нужен был и вот сейчас я уже купил себе рубанок это китайский и могу же сравнить с теми рубанки потому что время не стоит на месте тут уже более продвинуты есть кое-какие новшества так что давайте посмотрим и я вам расскажу как с ним работать это можно кому интересно почитать какие работ он может выполнять вы видите уже на картинке нарисовано что можно этим рубанком кант дерева также обрабатывать это я могу сказать вам если я посмотрю на часть здесь есть кантик то есть такая выемка небольшая вот как раз это выем канал ложится на дерево на кант дерева и можно будет аккуратненько края острые срезать сам рубанок на 900 ватт это хорошо потому что специально искал была такая же модель но на 750 ватт все то же самое просто чуть менее мощные и на 4 евро дешевле но это неважно лучше 900 ватт двигатель помощнее плюс самом по себе тяжелый такой увесистый мощный здесь прямо на камеру смотрит выход куда выходят опилки у вас есть два варианта первый вариант вот такой сборник опилок вставляется вот в этот переходничок можно там до конца так и когда он наполняется его снимать и убирать излишки и второй вариант можно вместо этого сборника просто одеть шланг от пылесоса у кого большая мастерская есть сам у меня пылесос есть но его надо везти сюда у меня пока в подвале лежит я потом покажу это плюс потому что у меня на bosch это простая модель была там просто без вот такого чехла так сами на ножи они двухсторонние и отсюда вижу их можно будет менять когда здесь специальные есть вот ключи по моему где-то здесь вот они но ключ такой знаете простенькие откручивать вот эти гаечки и можно будет поменять нож на другую сторону это хорошо также и здесь так ширина рубанка 82 миллиметра ну я так предполагаю это стандарт везде идет рукоятка я вижу тут уже стоят полтора два два с половиной три миллиметра от 0,2 миллиметра до 3 миллиметров можно выставлять это полотно то есть нож снимал 3 миллиметра это максимальная то что может нож взять это нормально 82 миллиметра ширина ножа это стандарт плюс вот здесь я вам как говорил ранее это у нас идут под кант дерево с рубанком идет вот такая шина она прикручивается вот сначала уголок прикручиваешь к рубанку и потом уже шину одеваешь для чего шина нужна чтобы рубанок шел ровно по доске то есть тут уже регулируешь какая у тебя ширина доски стоять пробует попозже но а сейчас попробую включить рубанок и посмотреть как он гудит и как он работает недавно я делал видео где я рассказал как работает фреза купил себе новую фрезу решил небольшой мини обзор сделать показал рассказал как она работает держал фрезу в левой руке потому что я левша и один из комментариев был такой что я неправильно работу с фрезой фреза ручки должна быть в правой руке ну где кнопка я написал что я левша так что ребята если вы увидите что я держу предмет инструмент в левой руке это нормально для меня что я левша кстати по этому поводу я как раз и смотрел электро рубанок чтобы он был и для левши это не на всех рубанков есть это надо искать и я такой рубанок нашел я просто вам сразу забыл рассказать сейчас я вам покажу при работе с этим рубанком я левша и чтобы не его включить мне надо нажать кнопку то есть я могу и левой рукой нажать кнопку и правой то есть этот рубанок вообще отлично для тех кто левша вот смотрите я вам сейчас нажимаю или правой если кто правша то есть это вообще супер у меня на бош такого не было вот вам и китай уже делают для левши и правши это вообще я нахожу эту функцию очень хорошей так что давайте сейчас попробую обработать этот стол и сразу можно кант пройтись посмотреть как поведет себя я снимать не смогу потому что я работаю сегодня без камеры с телефоном сначала я поработаю потом вам покажу я обработал пол стола сейчас вам покажу посмотрите мешочек уже полный опилок очень хорошо практически опилки все уходят мешок если посмотреть чуть-чуть есть да но это так не бывает чтоб все опилки уходили мешок все равно влево вправо какие-нибудь кусочки вылетают теперь этот мешок можно снять или да он снимается легко плюс вот здесь замочек это можно все вытряхнуть я вам показываю то что я сделал это старый стол почему я его взял потому что вот эти доски они все со временем на разной высоте понимаете а так как дерево находилась под дождем зимой и летом и она немножечко и стала играть и вот этим рубанком я срезал все неровности чтобы это дерево было теперь ровная каждый доска к доске и плюс я снял еще старый слой наверно 0,5 если посмотреть вот тут видно да прошелся еще можно снять вот то есть рубанок идет очень хорошо и и отлично мощь практически я проходил все это за раз не останавливался и отлично даже вот смотрите кант видите кантик как тоже отлично вот как раз этот паз он идет на кант дерева и снимает вообще отлично мне понравилось как он работает то есть для чего я брал я брал для этих цели так как старые столы у них бывает дерево играет теперь можете посмотреть сколько я снял ну давайте подведем итоги в насчет рубанка плюсы это рубанок и для левши или для правши плюс он мощный 900 ватт есть сборник для пилок это хорошо единственный небольшой минус мешочек не такой большой я вот пол стола обработал мешок был полный пришлось высыпать но у кого есть пылесос принципе эта проблема решаема и 3 плюс цена цена не такая дорогая я отдал с пересылкой 39 евро за этот рубана то есть это очень хорошо и конечно рубая рубанок этот непрофессиональный но для любителей как я он подойдет то есть это альтернатива тем рубанком который стоит за сотню макита bosch если вы работаете профессионально то вам конечно нужны профессиональные инструменты а для дачника как я сойдет и этот рубанок но он мне понравился так что я с ним поработаю потом расскажу как он себя ведет уже в более такой рабочей среде когда надо не одну доску от простругать а несколько так что смотрите канал подписывайтесь с вами был андрей всем пока а